Шаббат. Шаббат, еще раз шаббат. Значит, шаббат это самое главное свидетельство о том, как устроен мир и о том, что ты еврей. То есть, еврей в каком-то плане равно шаббат, кошер джул. И если еврей соблюдает шаббат, хоть даже в каком-то формате, мы будем говорить с вами в самом низком разрешении, в самом таком слабом формате каком-то, но ты уже не на скамейке запасных, да, ты уже в игре. Это то, что дает шаббат. Топ-3 вещи, которые мы с вами говорили про шаббат, это у нас было что, кто помнит? Огонь, электричество и перенос. Ну, это такие самые видные, самые видимые и осязаемые вещи. Всю первую часть мы больше посвятим смыслу шаббата. Откуда мы знаем, что шаббат есть? Из Торы, где это написано, и творил Бог этот мир 6 дней, и на седьмой день воинафаш, да, отдыхал. И потом написано, что будут соблюдать евреи шаббат в память о сотворении мира. То есть, это свидетельство того, что мир создан, и надо всем миром, надо всей материей, надо всем, что происходит вокруг, есть причина вне этого мира. Это, как бы, ключевое знание, ключевая аксиома, вообще, еврейского мировоззрения. Что входит на практике в шаббат, кто знает? Есть там работы, которые нельзя делать, сколько их видов? 39 малоход, откуда их учат? Из того, что делали евреи в храме, соответственно, это же нельзя делать в шаббат. Что там делали? Там красили, строили, писали, разные вот такие работы делали, о которых мы, может быть, позже подробнее поговорим. Это то, что нельзя делать в шаббат в итоге. Теперь идем в идеи. Шаббат – это для человека и в его экспириенсе – это Бог на практике в нашем личном времени, в нашей неделе, в нашем времени, в том, как мы проживаем свою жизнь. Следующая идея. Трудоголизм – это плохо. Быть таким крайним достигатором – ты все время работаешь на истощение. Надо останавливаться иногда и праздновать. Иначе зачем это все вообще изначально было нужно? Про шаббат и про храм, который евреи делали в пустыне, переносной храм, про обе эти вещи написано, что их делали, потом закончили, потом благословили. Многие люди, заболевание большинства людей, особенно в современном мире и в обществе потребления, то, что мы бежим без остановки. В итоге ты превращаешься в белку в колесе, которая забывает, зачем она бегает, просто потому, что все вокруг белки в колесе и они все вокруг бегают. Есть интересное видео про крыс в ютубе на эту тему, анимационное, может быть, кто-то видел такое, как люди попадают в вот эти циклы. День сурка. Шаббат нужен для того, чтобы у человека в голове появилась такая психологическая модель, что ты сделал, потом нужно, ты закончил дело, нужно поставить точку, и потом это нужно отпраздновать, благословить. То есть, вот это хорошо. То есть, ты должен разные вещи и события своей жизни как бы упаковывать и переосмысливать. Если этого не делать, то вся твоя жизнь пролетает, как один большой серый ком, одна большая масса. В чем идея всех работ шаббата? Это созидательная деятельность. Не делать созидательную деятельность. То есть, никак не менять мир, никак не влиять на мир. Просто наблюдать. Научиться вот этой глубокой такой внутренней медитации, наблюдать за миром то, каким Всевышний его создал. Это еще одна идея. И теперь идем в более такие глубокие идеи. Идем дальше. Следующая идея. У человека ко всему в жизни работает что? Гедоническая адаптация. Если у тебя есть определенное количество денег, тебе надоедает, ты хочешь больше денег. Если у тебя есть звук на фоне, который звучит одинаково, без перерывов, ты можешь под него уснуть. Ты его перестаешь чувствовать. Если любимый трек поставить на бесконечный репит, то ты сойдешь от него с ума, и весь график удовольствия у тебя будет идти вниз, 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 пока он не уйдет ниже нуля, и ты его не возненавидишь. Можно еще поставить на будильник, чтобы возненавидеть его немножечко быстрее. Если человек прерываний не делает, не делает себе вот этих периодических пауз и отчетов о том, что происходит, он абсолютно ко всему материальному привыкает. Шаббат – это поставить жизнь на паузу, сделать прерывание во всей деятельности и во всем, что с тобой происходит, пересмотреть вещи, выйти в 3D, посмотреть на свою жизнь со стороны. То есть человек, он часто попадает вот в это колесо, это остановка действия и осмысления. Ты всю неделю бежал куда? Зачем? Это 25 часов, такой тренинг личностного роста, 25 часов на саму жизнь, как она есть, чисто пожить, без того, что ты внешне что-то меняешь, что ты из себя изображаешь, что-то делаешь, а просто на жизнь, как она есть, как ее Всевышний создал. И Тора говорит, что одну седьмую часть жизни ты должен тратить на это. Закончить, то есть закончить дела, закончить, остановить, то есть сначала делать, закончить, благословить. И вот этот шаббат – это благословение, которое распространяется на всю нашу жизнь. Потому что бежать никуда нет смысла, если человек вот так забегался, но забыл, что иногда нужно ставить бег на паузу и перепроверять, куда у меня стоит GPS, где конечная точка, то тогда он превращается вот в этого хомяка. И это нужно периодически перепроверять. Куда бежим? В чем идея теперь всех законов шаббата и всего отстранения от созидательной деятельности? Представьте, что вы пришли в кино. Какой любимый фильм? Давайте, назовите какой-то любимый фильм. 50 оттенков серого. Хорошо, что-то более позитивное чуть-чуть. Хорошо, я скажу свой любимый. У меня топ-любимый фильм – это «Начало». Вот, «Начало», там сны, загибающиеся города, сон во сне, и человеку нельзя вживить идею насильно, он должен думать, что он ее автор. Краткое содержание идей. Вот, прихожу я на фильм «Начало». Так, кинотеатр – супер. Включается фильм, но свет не выключают. Не выключают свет, свет продолжает гореть. А потом заходит такая девушка, а там уже стояла барабанная остановка внизу, просто не было видно. Но она учится в консерватории, эта девушка, и ей нужно готовиться. Ну, вот девушка, ей нужно готовиться в консерваторию. Она начинает играть на барабанах. Так, начинает играть на барабанах, еще люди ходят везде, свет не выключают, и девушка играет на барабанах. Получится ли посмотреть кино? Ну, не очень. То есть, на таком сеансе люди не останутся. Это очень плохая атмосфера и ситуация, чтобы посмотреть кино. Поэтому, что нужно для того, чтобы кино под названием «Шаббат» посмотреть? Нужны условия. То есть, если ты в «Шаббат» носишь, водишь, достигаешь, бежишь, потребляешь, вот это глубокое кино, которое на фоне происходит в реальности, ты не посмотришь. Если ты чем-то занят и параллельно включил какую-то лекцию, то ты будешь все время проваливаться, и общий смысл, и нить повествования не поймешь. Вся идея «Шаббата» она в том, чтобы от всей созидательной деятельности всю ее поставить на паузу, чтобы девушка перестала играть, свет выключили, и ты смотрел кино и наслаждался этим фильмом. Чтобы посмотреть кино под названием «Шаббат», нужны условия. И это то, что раскрывает разум. Здесь нету девайсов, дел, беготни, когда паришься про работу, пьешь кофе с сигаретой, а потом тебе нужно куда-то ехать, а потом у тебя расписание, дедлайны. Тут покой, книжка, вкусности, красивый стол. И это то, когда человек может попасть в другое состояние, чем в котором он живет обычно. То есть это такой день бытия, день чистого такого существования. Вот. И следующая идея, которую я хочу сказать, я думаю, она прям вообще просто замечательная. Эта идея связана с словом таким досуг. Досуг. И так говорят тоже. Досуг. Досуг. Давайте подумаем, что определяет уровень человека как человека. Что сегодня, как мы оцениваем? Вот этот человек там очень крутой. По поступкам. По поступкам. То есть по действиям по его. Так. Это хорошо. Что еще? Как в социуме сегодня определяют человека? То есть у тебя, ты просто знакомишься с кем-то, и первое, что ты хочешь, чтобы он тебе сказал, это что? Модель айфона. Тоже, да. Верно. Верно. Модель айфона, это очень важно. Еще что? Самое важное, это что? Когда он говорит. Ну, вот первое, для первого впечатления, что все люди о себе говорят, когда вот они незнакомы. Это кем он работает. Человек равно кем он работает. Кто ты? Это какой-то там, этот... Уборщик, да? И все, как бы ты уже не человек почти, да? Грубо говоря. Или какой-нибудь менеджер какого-нибудь там промежуточного среди нижних звеньев. Он может сказать, я работаю в... Янгст энд... Забыл, в общем, где-то там. Или в BMW... Янг. Вот, Янгст энд Янг, да? Эрстон Янг. Эрстон Янг Актуари, да? Это другая история. А еще он может быть в BMW, там, топ-инженером. И это все-таки... Вот это человек. Вот это у него... То есть, как бы, может, это никто так не скажет, но все... У всех так... Вот это жизнь удалась. Вот это... Да. Вот это... Хочу. А на самом деле через OLX устроился тогда работать и убивать. И у всех так в голове, вот это хочу, вот это мечта, вот это жизнь. Он там на самолете летает, значит, в BMW работает, ну и так далее. Да, можно дальше перечислять. То есть, мы все покупаемся вот на это внешне. На то, кем человек работает. И нас сегодняшнее общество полностью вот этому обучает, что об этом беспокоятся с детства и до магистратуры, и потом, я не знаю, до выхода на пенсию. А кем ты работаешь? И человек равно то, кем он работает. Но по-настоящему не это определяет человека. Человека определяет то, как он себя ведет, когда он не работает. Когда у него появляется свободное время, как ты его проводишь, когда он у тебя появляется, вот это и есть ты. Потому что работа – это внешние действия по обеспечению денежных средств. Иногда, если повезло, то какой-то еще самореализации. Но это все внешние действия, это не ты как человек. Это не твоя суть. Греки вообще считали, что тот, кто работает за деньги – это раб. Есть такое определение работы, что это то, что бы ты не стал делать без денег. Вот. Это совсем другой взгляд на работу и на свободное время. При этом у тех же греков было интересно, что лучше было быть бедным, но не получать денег за свою деятельность. Лучше было заниматься чем-то более внутренним и даже быть при этом бедным. Итак, успех человека – это не то, что он достиг в социальной жизни как работник, а это то, как он проводит свободное время и свой досуг. Теперь, шаббат – это день на отдых. Ты – это то, что ты делаешь или не делаешь. В шаббат, когда технические действия делать нельзя, все внешнее отваливается и остаешься ты. Не то, что думает общество, не то, что ты производишь, не то, какой ты полезный для всех и для этого человечества, а вот просто ты. В свободном от дел времени. И вот в этом суть шаббата – расчистить площадку под то, чтобы появился ты, потому что все остальное время ты – это функция. А тут появляешься, ты можешь проявиться как личность. Очень круто это демонстрирует, вот этот кризис досуга, это испытание досугом – это карантин. Начался карантин, начались что? Разводы, например. Или что еще началось? Началось… Боже, когда… Ну, неделя-другая, может, у кого-то месяц, у кого-то, может, больше. Но когда уже на работу? Ну, когда уже опять на работу можно пойти? Да, вот эти крики были отовсюду. Хочу уже поработать. То есть люди, они свое свободное время, когда они оказываются наедине с самим собой, они забить не могут. Они даже не научены быть с собой, с самим собой. Этому нужно вот это стать человеком и проникнуть в свое внутреннее я, открыть дверь вот эту в дух, в духовное и во внутреннее я. Для этого нужна тренировка. Досугу нужно учиться, прикиньте. Ему нужно учиться не меньше, чем в работе, потому что в работе ты просто научился, а внутренний мир – это вещь намного более глубокая и сложная, чем работа. И поскольку есть вот такой вот кризис свободного времени в современном мире, поэтому расплодилось что? Это, по-моему, я думаю, в основном больше такая проблема уже совсем 21 века, ну и 20-го. Культура развлечений. То есть это ты не можешь самой ничего сделать, у тебя карантин, ты начинаешь сходить с ума, лезть на стенку. Появляется культура развлечений, которая забивает тебе тебя, не давая тебе доступ к себе. Тебе дают тысячи Нетфликсов, миллиарды сториз, кучу просто вариаций удовольствий, просто вот так, что лезет из ноздрей. Как тебе забить свое время, только чтобы не остаться наедине с самим собой. Шаббат – это та вещь, то есть если правила не ввести, то ты будешь все время вот в этом колесе бегать. Ты в итоге работаешь, а потом слазишь с колеса и начинаешь играть в компьютер, или ходить по барам, или по стриптиз-барам, или в общем чем-то таким развлекательным, или листать чужую ленту, в смысле свою, но чужих людей, о том, как у них хорошо, чтобы просто забить вот это пустое время, не оставаясь наедине с самим собой. Шаббат – это то, когда мир и Всевышний, он вынуждает тебя, все, стоп, ты кто? Вот это все, это все внешне, это все не ты. Кто ты? И тот же самый смысл в молитве. Молитва – это микрошаббаты внутри дня. Ты что-то бегал, 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 стоп, пауза. Что вообще происходит? Кто я? Зачем это? Как устроен мир? Окно внутреннего, вот этого «я», внутреннего мира, оно открывается только в неутилитарном состоянии, в неутилитарном измерении. То есть в мире существует не только польза. Трудоголизм – это когда ты раб. И вот эта одержимость работы, она людей загоняет вот в этот бесконечный цикл работы и внешних действий. Окей, получается, шаббат – это то, что открывает вот эту внутреннюю дверь в бесконечное внутри себя. В итоге, что у многих людей сегодня есть, это страх свободного времени. И вот на этот страх и легли все индустрии развлечения. И досугу, это я уже сказал, просто повторю еще раз, нужно учиться не меньше, а может быть, еще больше, чем работе. Просто остаться наедине с самим собой – это и как ты себя чувствуешь в одиночестве, это и есть то, что определяет внутренний уровень человека, то, какой он как человек, а не как функция общественная, рабочая, полезная, производственная и так далее. То есть, иными словами, ты – это то, насколько ты шаббат. Вот так бы я это назвал. То есть, насколько ты его соблюдаешь, насколько ты убираешь вот эту девочку на барабанах и насколько ты тушишь свет, и дальше какое кино в этой тишине ты смотришь, и что ты видишь. Вот это и есть ты. Это возможно только при соблюдении всех вот этих 39 правил и без этих правил вот это все поставить на паузу. Если это на паузу не поставить, никакого ни попадания во внутренний мир, ни соединения с собой, ни соединения с Богом, оно в принципе невозможно. Тоже поэтому это самый важный день для Бога, потому что это то, только закончив все внешнее и всю вот эту мишуру, можно проникнуть и в себя, и в отношения с Богом. То есть, шаббат – это такой ключ, такой портал в духовный мир, в духовные измерения. Тот, кто этого не делает, вот это все на паузу не ставит, у него вот эта дверь, она запечатана. У него просто нету даже в теории туда, как туда зайти. То есть, весь вопрос шаббат – это, ну, обычный человек просто обычный, да, вот наступил у евреев шаббат. Что он делает? Он куда-то бегает, торопится, копошится, курит, что-то тусуется где-то, танцует, пьет в баре, смотрит фильмы и думает, над чем бы еще посмеяться, какое видео, вот следующее видео, может быть, оно будет смешнее, чем предыдущее, чтобы поржать, ха-ха. Ну, и то есть, и вот это то, как забивать себя внешними впечатлениями. И вот этот весь отдых – это сбрасывание иго, бессмысленной работы, чтобы отдохнуть от бессмысленной работы. И вот это то, что отдых. То есть, шаббат – это вообще не про отдых, это не про внешние развлечения, это про вообще другой процесс. Это не день отдыха, как бы, вот в этом смысле, это день такого ухода внутрь, ухода вверх. Хотя бы 25 часов побыть с собой, отключенным от всего внешнего, это может быть сложно. И нужно задаться вопросом, вы хоть раз вот такой себе тренинг делали? Попробуйте 25 часов, вот просто побыть, вот как-то есть. Там такие удивительные тараканы начнут вылазить. Вы столько нового о себе узнаете, и сразу захочется обратно в Netflix. Вот с этим, тем, что внутри там копошится, иногда очень не хочется сталкиваться. Но только сталкиваясь с этим, можно себя изменить. Только так можно с собой познакомиться. Если постоянно иметь вот эту практику отключения внешнего, и когда отключается внешнее, начинает сразу появляться что-то внутреннее. То есть это как похоже, если в комнате выключить свет, да, когда дети, например, когда светло, ну, не очень там тебе монстры какие-то чудятся. Но когда выключили свет, у тебя воображение сразу, ну, это же твое воображение, оно начинает там сразу рисовать что-то. Но это все вот то, что у тебя в голове происходит. И вот это как бы шаббат, это выключить внешнее вот это все, то, что ты воспринимаешь, у тебя это все наполняется внутренним. И тут ты можешь познакомиться с тем, кто ты, а не вот с этим внешним миром. И если вот этой практики нету, то шаббат сначала может даже в каком-то плане переноситься тяжело. То есть он может даже быть таким немножко депрессивным экспириенсом. Почему? Потому что, ну, потому что если внутри пусто, и ты привык, что ты либо работаешь, либо тебя что-то развлекает, то есть ты либо раб, ну, то есть это либо ребенок, либо раб, да, что он либо может только работать или развлекаться. Вот, то есть это просто такой очень хороший признак того, что внутри пусто, и вот именно в эту сферу вот это очищать и находить себя нужно идти еще глубже и не забивать себя внешними вещами и отвлечениями. Теперь тест на досуг, простой тест на досуг и на внутреннюю шаббатность. Просто подумайте, вот последний месяц, подумайте, последний месяц свободное время у вас было. Как вы проводили досуг? То есть сколько часов у вас было свободного времени, и что вы в это время делали? Это немножко дискомфортный вопрос, потому что если человек – это то, как он проводит свое свободное время, а не то, когда он занят чем-то или его кто-то занял, то тогда, если вот я то, как я провожу свободное время, тогда может очень сильно поменяться и, возможно, ухудшится мнение о себе и вот этой всей истории, какой я производительный, то есть вообще может картина себя поменяться полностью. Вот то, как вы проводите свободное время, оно делает вас лучше, или вы просто отдыхаете для того, чтобы набраться сил, чтобы опять работать? Свободное время дает вам наполненность, заполненность, ты узнал там что-то новое, оно обогатило или опустошило, и ты не помнишь, что вообще там делал. И у тебя просто вот этот счетчик, пополнился счетчик количества фильмов, просмотренных, сториз и съеденного сладкого. Вот это все свободное, вы просто сейчас подумайте, весь месяц, сколько часов было, чем я заполнял это время, что мне это прибавило? Это интересный вопрос. И вот это то, что есть человек по... Это то, что есть человек. То есть теперь досуг – это не праздность и не развлечение от скуки, это другой вид работы. То есть ему нужно учиться, это такой созидательный внутренний труд, можно сказать. И кто не умеет вот это делать и теряется в свободном времени и пытается его заполнить, чтобы не скучать, то есть этому нужно начинать с шабата. Это то, чему именно шабат приучает. Кто это умеет, ему, в принципе, по жизни не особо скучно. И он умеет смотреть внутри себя кино под названием шабат и в будние дни. У него внутри есть вот это вот ядро «я» под названием шабат. Окей. Интересно, что мир меняется все больше в ту сторону, что работа, может быть, вообще когда-то в ближайшем будущем отомрет, потому что работа нужна все меньше, производится продуктов все больше, количество денег все больше и так далее. И это все испытание досугом. И чем дальше, тем больше человечеству придется учиться тому, чтобы побыть просто с собой. Потому что, ну, забить это все развлечениями или всех подключить в виртуальную реальность, это бегство от реальности, это, наверное, не лучший выход. Итак, свободное время – это доступ к счастью, ему надо учиться, и его надо планировать, иметь философию досуга и убирать все внешние раздражители и внешние действия, чтобы доступ к себе получить. Это тема досуга и шабата. Мне кажется, она просто, ну, лично для меня – бомба. Что еще? В шабат от себя не убежишь – это классное время для самоанализа. Обычно по жизни мы делаем… Есть такой квадрант, есть срочное, срочное, несрочное, важное, неважное. Четыре вида дел. Самые глубокие и важные дела – это важное и несрочное, то есть это мои ценности, что через 10 лет, кем я хочу стать. Ну, вот это все. Мы обычно делаем срочное, важное и срочное, неважное. То есть это срочно нужно заполнить бумажки, срочно что-то оформить, нужно срочно поесть, срочно поработать. В итоге человек просто обслуживает вот эту графу срочного, важного или неважного, забывая про то вообще GPS. Зачем вот это все? Шабат – это тот день, который отрубает все остальные вот эти три квадратика и оставляет у тебя под лучом, под прожектором только срочное, важное. Только несрочное, важное. Вот так. Окей, что это еще такое шабат? Это, я бы сказал, это божественный ритм времени. Это каждые семь дней, представьте себе, на небе звучит… Представьте, что Бог не играет в джаз, Бог – он барабанщик. И шабат – это каждые семь дней такой… Ну, как перед мелодией, знаете, делают. Каждые семь дней звучит вот этот стук Бога палочку о палочке. Шабат – это такой ритм времени, это бит Бога. Это божественный ритм бытия, и весь вопрос – это то, какую ты под этот бит мелодию будешь играть и какую песню будешь петь. Вот еще что такое шабат. И такая… Да, что? Ты прям Боба Марли сейчас процитировал почти. Я не знаю, что он говорил, я сам, я сам. Что еще? Есть такая попсовая идея, которая тоже… То есть это, если мы говорим про айсберг шабата, то вот это то, что я сейчас скажу, это где-то там на самом верху и такая утилитарная как раз идея, то, что называется… Сегодня появилась такая попсовая идея диджитал-детокс. Ну, шабат – это очень, понятно, сильнейшее, пожалуй, средство диджитал-детокса. Это 25 часов диджитал-детокса. Вот. То есть это еще и то средство, с помощью которого можно очень… Вот это мозг от токсинов диджитал-внешнего, чужих мнений, чужих постов, чужих фоток, зависти, лайков, вот этого всего движника и листания поставить, опять же, на паузу и уйти познакомиться с собой. И пару историй. Пару историй про шабат. Одна очень интересная история. Это история, которую я запомнил. Честно говоря, у меня очень плохая память на истории почему-то, но это я запомнил. Это история Алекса Клэра. Наверное, большинство знаете, да, слышали? Too Close – одна из самых известных его песен. Я не помню, там сколько-то, больше ста миллионов, по-моему, на Ютубе или намного больше. В общем, я не обещаю за цифры. История его такая. Он был в Лондоне. Ну, вы можете просто в Ютубе завести после занятия, он очень известный. Он был в Лондоне таким вот обычным музыкантом, который записывал CD-диски, у него не было денег на то, чтобы снимать квартиру. По-моему, в Голдерс Грин он жил. Вот. И записывал он песни, и в итоге записал он, я так понимаю, речь про вот эту песню Too Close. Он ее записал, и в какой-то, в один прекрасный день звонит ему, брабанная дробь, кто? Адель. Звонит ему Адель и говорит, выступи, неплохая песня говорит, хочешь выступи передо мной на разогреве. Это восхитительно, замечательно и очень радостно. Потом она называет дату. Сейчас, маленькое предисловие. За какое-то количество месяцев, не знаю, полгода, может чуть больше, он пришел чуть-чуть к иудаизму и начал что-то приближаться к иудаизму. Так. И теперь, какая дата, на какую дату выпадает это восхитительное событие, разумеется? На шаббат. Нет, еще хуже. На Йом-Кипур. Вот. На Йом-Кипур? Да. Йом-Кипур, он называется шаббат-шаббатон, то есть это архи-шаббат, самый святой день года. Вот. Он идет к раввину, говорит, вот у меня как бы это сейчас определяет всю мою жизнь вообще. Все мое будущее решает, выступлю я сейчас или нет. Что мне делать? Понятно, это очень сложный вопрос, но он ничего не мог ему сказать, потому что выступает там, ну, в микрофон, и это все, ну, то есть это технически, чтобы это было кошерно в шаббат, но это, наверное, технически нереально, может быть, в общем, тяжело это сделать. Он говорит, Йом-Кипур? Нет. То есть, понятно, он как-то осторожный и так далее, но говорит, ну, в общем, никак я тебе не могу никакой лайфхак найти, чтобы ты на разогреве перед Адель выступил. Что происходит дальше? Он остается бедным музыкантом и не выступает в этот Йом-Кипур. И... Ну и все. И все. Жизнь обломалась. Очень большая. Жизнь обломалась. Но на этом, как вы понимаете, история не заканчивается все-таки. Через месяца полтора ему звонит Microsoft, говорит, мы хотим на твою рекламу вот этот трек. и просто с этой одной рекламы Microsoft он покупает себе два дома в Gold's Green. Ну, и это было начало его карьеры. Вот. Это маленькая такая очень интересная лично для меня история. История про Шаббат. Когда Шаббат происходит? Шаббат начинается, начало... Вы можете его посмотреть начало Шаббата даже в Гугле, в принципе. Закат солнца Киев или где вы живете. Там, может быть, будет какая-то погрешность в пару минут. Лучше смотреть в еврейских приложениях, но примерно цифру можно получить в Гугле. В Гугле? В Гугле. Где-то там, в общем. И что еще? Когда кончается Шаббат с выходом звезд? То есть это наверное где-то 24 часа 50 минут. Обычно столько вся эта история занимает. Однажды Берлазару Берлазар это главный раввин России Хаббатский как-то ему Путин сказал приехать на ивент. Ивент вроде бы был связан что-то с Куликовым полем, что-то такое. В чем была проблема? Дело было в пятницу и возвращение с этого ивента с него вернуться было уже очень тяжело. Но ему Путин сказал, что не ты приезжай, в общем обязательно нужно. Приезжая обратно мы тебе сделаем там прям самолет, вертолет, в общем тебя обратно доставим, все ты успеешь. Его обратно доставляют, но разумеется не в самое лучшее время. он обратно долетел в какой-то аэродром, не знаю куда, но дело уже прямо перед прямо перед Шабатом, прямо перед Шкией. Что происходит дальше? Ну, домой-то хочется и кушать тоже хочется. В общем, он шел ну, Москва, вы понимаете, Москва это я не знаю, сколько она километров, но в общем идти можно очень долго. В общем он, то есть, соответственно, если заход солнца грубо там в семь, скажем, ну, где-то в час, в два, в три часа ночи, где-то так он вот дошел до Мариной рощи, вот так вот он прогулялся. Это просто стала такой известной историей, об этом в газетах писали. Вот еще такая одна интересная история про Шабат. Что мы с вами узнали сегодня? Мы с вами сегодня узнали про идеи Шабата, отказ от созидательного труда, проникновение внутрь себя, досуг суть человека, ты то, как ты проводишь свободное время, что еще мы узнали? Что еще интересного мы узнали? История Клайва? Палетий вопрос. Давай. Вот, господин Витович, скажите, пожалуйста, вот, что, вот, если человек отдыхает в Шабата играя в футбол? Это именно то, про что я говорю. Это, это то же самое, что девочка, которая в... Вот люди задают вот этот очень хороший вопрос. Спасибо, Бениамин Котелянский из Прилук. Бениамин задает вопрос. Прям я запишу... Город Прилуки интересует. Да, город Прилуки задает знатокам вопрос, значит, а почему, почему нельзя в футбол? Обычно так задают как-то вопрос. Это же отдых. Или телевизор включить, и его не трогать, и его смотреть. Да, Ну, то есть, технически это здесь не будет нарушения Шабата, это не соответствует духу Шабата. В чем проблема? Именно вот в этой девочке, которая играет на барабанах, пока играет кино. Пока ты занят внешними реакциями на внешние события, это не соответствует вот этому духу Шабата, это не свободное время, это не освобождение от внешних действий. Пока ты во что-то... То есть, любой вид развлечений это забивание времени тем, чтобы получать удовольствие, но это не соединение с собой. Любой футбол, сториз, даже лекция и любой, то есть, вид внешней деятельности это то, что больше соответствует будням. Шабат это не просто отдых от работы, про которую мы как раз говорили, что люди либо работают, а свободное время ну, как-то развлекаются и ленятся, например, да, просто чтобы передохнуть от работы и восстановить к ней силы. Шабат это вообще другая вещь, это проникновение внутрь бытия, внутрь себя, соединение с собой, диджитал детокс хотите, вот, то есть, именно футбол, он максимально не соответствует идее шабата, то есть, ты не делаешь то, для чего шабат, собственно, и нужен, для чего есть 39 работ и отмена всех внешних действий, это очень сильно, глубоко, и тот, кто шабат не соблюдал и не пробовал это, то есть, без этого нереально с собой соединиться, с собой познакомиться, это все люди незнакомые с собой, это все люди, которые не знают, что такое я, что я по-настоящему люблю, что я испытываю, потому что, опять же, посмотрите, внимательно, лучше даже, знаете, давайте домашнее задание будет, вот прям я себе запишу, потом спрошу, кто сделал, пропишите, как вы потратили свободное время, просто хотя бы за последний месяц, за последний месяц, давайте, вот это будет задание на сколько, допустим, давайте замотивируем, на три мотика, вот я прям все записываю, три мотика, все, всем захотелось сразу делать задание, окей, вот такое, у кого будет очень хорошо, давайте прям, дам 4 мотика, а может даже, если будет настроение, то 5, окей, вот, настроение будет у тебя или у нас? Если у меня будет настроение, то есть, я правильно понимаю, что Тора говорит нам, что с футбол играть, это не тот отдых, который подразумевает этот шаббат, то есть, это не то, к чему я должен прийти, правильно? Футбол это, я играю в футбол. Футбол это развлечение, а не связь с самим собой, без внешних действий, футбол это внешнее действие, внешнее увеселение, развлечение, впечатление. Шаббат это все, когда... Можно, когда вопрос? Да, давай. А книги? Книги? Книги, это внешнее увеселение, внешнее развлечение, но можно же читать в шаббат? Книги в шаббат читать можно, если, так говорят обычно, так, если человек учит, шаббат и Тору очень сильно связаны, и Тору учить шаббат, это вообще есть прям, читают Тору, Тору в синагоге, в шаббат, все, подожди, 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 Тору читают вообще в шаббат, потому что, ну, Тора это и есть ядро вот этого мира и проникновения глубже внутрь себя, теперь обычные книги читать, это намного лучше, чем смотреть телевизор или делать что-то совсем увеселительное, по духу, то есть это не то, что вообще можно про это сказать, что там нельзя, нехорошо или что-то такое, но как мы с вами сказали, да, что еда это то, что делает хорошо или плохо телу, кошерная еда то, что открывает или закрывает дверь от тела в душу, и идея это то, что влияет на душу. Шаббат это то самое время, когда лучше всего заняться каким-то глубоким самоанализом и самопознанием, и как написано, что Бог создал злое начало и создал противоядие от него Тору. То есть это, эти темы, это то, чем лучше как раз всего в шаббат заняться, потому что, если читать в это время, что, «50 оттенков серого», то как бы у тебя технически, то есть ты пришел в этот зал, в кинотеатр, у тебя девочка на барабанах не играет, то есть кино уже можно посмотреть, но фильм включили как бы не шаббат, вот. То есть, и здесь уже, то есть нельзя сказать, что нет, это нельзя делать, но лучше в шаббат читать то, что как раз поспособствует вот этому внутреннему труду и соединению с собой, о котором, собственно, мы и говорили выше, все занятие. вот. Тогда вопрос, еще один. Ну, например, тот же самоанализ, когда ты пытаешься понять себя, гораздо проще записывать какие-то вещи, какие-то откровения, но писать нельзя. Да, писать нельзя, это тоже, это созидательная, во-первых, это созидательная работа, и это в чем-то отвлекает, во-вторых, например, я тебе какой пример приведу, ты вот говоришь внутреннее ассоциативное вот это, например, в психоанализе, например, да, там вся идея в том, чтобы вот этот человек лежал, у него вылезали новые ассоциативные связи, если в это время начинает писать и отвлекаться, то вот этот весь процесс он не идет. Здесь тоже, я думаю, что можно сделать такую связь, во-первых, это просто технический созидательный труд, то есть это тоже девочка, играющая на фоне кино на барабанах, во-вторых, что я делаю, я постоянно вот что-то запоминаю из книжки или прихожу к какой-то идее, ну, я ее запоминаю и потом записываю, если очень надо, потому что если что-то очень надо, то ты не забудешь. Я с тобой могу посмотреть, ну, допустим, хорошо. Закладки, можно вот так загибаю иногда, значит, кусочек странички на то место, где то, что хочу потом записать, либо... Как ужасно ты относишься к книгам. Я очень... Так, у тебя же не один шаббат, у тебя куча шабатов. На каждый шаббат так по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и вот ты выстроила как бы вот эту всю систему, империю твоих мыслей. Все, спасибо, Бениамин Катеряцкий, Киева. Да, добро. Ладно, давайте последний. Я закончу такой позитивной очень историей. Это третья история про шаббат, самая смешная, самая классная, которую я знаю, вспомнил. Значит, я вел когда-то уроки в грузинской общине в Москве, там есть горских евреев, тоже много. Вел я там урок, и там был один человек очень приятный, у них очень огромный такой почет ко всем, вот, система авторитетов и вот это все. Там они вдвоем на перегонки мне чай приносили, один с сахаром, другой без сахара, раби-раби, вот вам чай. Значит, и один был там очень такой интересный тип, он слушал весь урок, я что-то рассказывал про песов, и он у меня в конце урока спрашивает, скажите, говорит, пожалуйста, скажите, пожалуйста, а в шаббат теле можно? Я говорю, какое теле? Что это теле? Он говорит, ну, например, телевизор. Я говорю, смотрите, ну, я понимаю, что он не какой-то там не соблюдающий прям Тора, то есть он где-то в традиции, ему все это нравится, но он не соблюдает вот прям это. Я говорю, смотрите, если у вас там ломка, самый важный матч в вашей жизни, можно до шаббата его включить и заранее может поставить на таймер или не ставить, пусть играет до конца шаббата, тогда вы не нарушили шаббат, но это как бы не, ну, ну, в общем, это как бы тот ответ, которому начинающему можно дать. Но это не очень соответствует духу шаббата. Он такой, угу. Ну, я так понял, что, по-моему, я был не первый, кому он задавал этот вопрос. Он такой, угу. Скажите, а телефон? Я говорю, ну, телефон уже сложнее, там надо нажимать, там ты все время нажимаешь, там электричество, там меняется положение, он там, компас, все там замыкается, размыкается, в общем, электричество уже совсем проблем. Такой, угу. А телепортация? Я просто, я на этом, помните, вот так вот просто, вот так вот делаю, а он очень серьезно спрашивает, он очень необычный человек, такой, я смотрю, на фоне все просто, уже лежат, катаются, очень им было смешно. Я вот так, я говорю, не знаю, не знаю, наверное, нет, говорю, наверное, нельзя. Окей, вот такая вот у меня была интересная история в этой прекрасной, замечательной святой общине. Все.